Рад приветствовать вас, уважаемые коллеги, участники третьего железнодорожного съезда. Наша саморегулируемая организация представляет интересы более 55 организаций железнодорожного транспорта и необщего пользования, включающих в себя порядка 140 подразделений, обслуживающих около 10 тысяч промышленных предприятий, расположенных во всех округах Российской Федерации, в крупных городах и промышленных центрах. Железнодорожный транспорт справедливо рассматривается как единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя как железнодорожный транспорт общего пользования, так и необщего пользования, который вместе с технологическим железнодорожным транспортом образует промышленный. Промышленный железнодорожный транспорт является неотъемлемым элементом логистической системы железнодорожных перевозок, на путях которого формируется более 80% грузов. При формировании стратегических задач развития железнодорожного транспорта необходимо учитывать равномерное развитие как транспорта общего пользования, так и промышленного. Только совокупное равномерное развитие позволит эффективно добиваться желаемых результатов и поставленных задач, среди которых полное удовлетворение потребностей в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания клиентов, увеличение производительности труда и снижение себестоимости транспортных услуг, обеспечение безопасности функционирования железнодорожного транспорта и снижение его негативного влияния на окружающую среду, повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг России. К сожалению, сегодня мы становимся свидетелями того, что железнодорожный транспорт проигрывает конкуренцию автомобильному. Мы видим ежегодный отток грузов. Если раньше традиционной зоной конкуренции между автомобильным транспортом и железнодорожным были перевозка на расстоянии не превышающие 500-700 километров, то в последние годы растет доля автоперевозок и на более дальние расстояния. Автомобильный транспорт не только увеличивает дальность расстояния, но и отнимает физические тонны груза, которые могли бы освоить железнодорожники. Негативные последствия оттока грузов железнодорожного транспорта на автомобильный все мы прекрасно знаем. Это и повышение интенсивности использования дорожной сети, как следствие преждевременное разрушение, и увеличение объема финансирования на ремонтные работы. Это, безусловно, ухудшение экологической обстановки и повышение загруженности автомобильных дорог. В настоящий момент в значительной степени недоиспользованы имеющиеся инфраструктурные и кадровые мощности железнодорожного транспорта и необщего пользования. Это является мощным, скрытым потенциалом по увеличению грузовой базы. Предприятия промышленно-железнодорожного транспорта вот уже который год вынуждены фиксировать падение погрузки, а также снижение количества обслуживаемых предприятий, в связи с чем сокращать рабочий персонал, а также консервировать и разбирать железнодорожные пути. Происходит это по ряду причин. Это избыточные требования законодательства, необоснованно увеличивающие затраты предприятий. Это проблемы взаимодействия транспорта общего и необщего пользования. Это чрезмерное государственное регулирование деятельности. Если говорить об избыточности законодательства, то можно привести пример. Необоснованно жесткие по отношению к промышленно-железнодорожному транспорту требования Федерального закона о транспортной безопасности. Федерального закона об автомобильных дорогах в части оснащения переездов системами видеофиксации, нарушения правил дорожного движения. Технический регламент о безопасности железнодорожного подвижного состава, который ввел сложно выполнимые требования по модернизации и обязательной сертификации тягового подвижного состава с просроченным назначенным сроком службы. Это отдельная больная тема для нас, на которой я также хотел бы остановиться. Обновление тягового подвижного состава – это действительно важная задача, которая сегодня перед нами стоит. Необходимо использовать имеющиеся мощности локомотивостроительных заводов. Это создаст дополнительные рабочие места, оживит экономику. Машиностроение – это действительно один из драйверов развития экономики России. Но при реализации задачи обновления парка тягового подвижного состава нельзя не учитывать мнение промышленности. Тем более ее самой чувствительной части. Здесь самое главное – не навредить транспортной системе, учесть экономические условия, в которых сегодня находится промышленный железнодорожный транспорт. Необходимо разработать стратегическую программу по обновлению парка, продумать меры дополнительной государственной поддержки и обеспечить плавность обновления техники. А самое главное – подготовить локомотивостроительные заводы на выпуск технологически совершенной продукции. Той продукции, которая действительно сегодня нужна промышленному железнодорожному транспорту. В этом направлении мы активно работаем с группой компаний «Синара». Хотелось бы их отдельно за это поблагодарить. Учитывая необходимость консолидации значительных финансовых средств для обновления парка тягового подвижного состава, назрел вопрос реформирования системы и тарифного регулирования транспортных услуг. Необходимо сформировать единый подход к тарифообразованию, который бы основывался на принципе баланса интересов и позволял бы предприятиям обновлять инфраструктуру и подвижной состав. Может, пора уже задуматься о формировании единого тарифа при перевозке. Это сыграло бы огромную роль в привлечении грузов на железную дорогу. Мы очень тесно ведем работу по ключевым вопросам с органами государственной власти. Наше мнение слышат. Нам позволяют выражать свое мнение на таких серьезных площадках, как это. И это очень позитивный момент. Поднятые сегодня мной проблемы находят поддержку в Министерстве транспорта России. Обсуждаются на правительственных совещаниях у заместителя председателя правительства Аркадия Владимировича Дворковича. И мы очень надеемся, что они будут решены с учетом нашего мнения. Взаимодействие железнодорожного транспорта общего и промышленного – это ключевой фактор, от которого зависит стабильное поступательное развитие железнодорожного транспорта. В последнее время мы фиксируем увеличение количества обращений с мест по проблемам во взаимодействии, которые создают препятствия осуществлению деятельности промышленного железнодорожного транспорта. Хотелось бы отметить, что зачастую это происходит из-за человеческого фактора. В связи с этим необходимо проводить совместную работу с железными дорогами по снижению влияния человеческого фактора, внедрению автоматизированных систем при взаимодействии на местах. Российские железные дороги внедряют систему автоматизированного допуска на инфраструктуру. Это правильный путь, и мы его поддерживаем. Это позволит как раз-таки снизить влияние человеческого фактора на местах. Однако эту систему необходимо внедрять, предусмотрев все возможные риски, в тесном взаимодействии с промышленным железнодорожным транспортом посредством совместных рабочих групп на всех уровнях управления. В свете последних изменений в правилах технической эксплуатации, требования по допуску на инфраструктуру были существенно ужесточены. Российские железные дороги реализуют барьерные функции по допуску. Эта тенденция сильно беспокоит промышленный железнодорожный транспорт и негативно влияет на взаимодействие. Нам не нужно строить барьеров. Мы равноправные участники единого перевозочного процесса и должны согласованно, а самое главное вместе, обеспечить повышение качества обслуживания и обеспечения безопасности. Именно от устойчивой и надежной работы железнодорожного транспорта, как целостной системы, зависит развитие промышленности в стране и повышение качества жизни ее граждан. Спасибо за внимание. Спасибо.